Всем привет! Меня зовут Мила Левит и сегодня я хочу рассказать вам о моих покупках из магазина Ikea. Магазин Ikea я очень люблю. Мы с мужем туда ездим примерно раз в год подбирать или какую-то новую мебель, либо просто какие-то финтифлюшки и милые штучки для декора квартиры. В принципе, каждый раз, когда туда приезжаешь, то либо у нас уже есть заранее подготовленный список вещей, которые мы хотим купить, либо же мы просто туда ходим как в музей и по дороге берем в свою корзину всякие мелочи, которые могут скрасить нашу жизнь. В принципе, Ikea, с одной стороны, у нее очень много плюсов. Первый плюс это ее цена. Это, ну, не могу сказать, что совсем бюджетный вариант, но очень качественные вещи. И это соотношение качества и цены очень всех впечатляет. Но, несмотря на это, к сожалению, есть и минусы. И очень часто, когда мы приходим в гости к нашим друзьям или родственникам, и видим те же самые вещи или ту же самую мебель, это немножко становится... Да, блин. Мы думали, что мы оригинальные. Оказалось, что эти вещи есть, наверное, у всех. Поэтому, да, если вы покупаете в Ikea, вы оригинальным не будете, даже если очень того хотите. Но лично мне это не так мешает. Так как мы сейчас только проектируем наш дом, и мы еще не полностью поняли, что мы хотим, чтобы он выглядел. Поэтому мы пробуем и пытаемся компоновать такие вещи, всякие вещи. И мы не хотим много тратить на это денег. Поэтому, да, Ikea это отличный вариант, отличный выход из положения. Итак, я хочу вам показать, что я приобрела. Вот такое огромное пакетище, которое я приобрела на этой неделе, будучи в Ikea. И давайте, наверное, начнем с посуды. Так, кухонная утварь. Я не люблю сервизы, я не люблю все эти бабушкины штучки, чтобы все тарелочки сочетались с вилочками, ложечками, чайничками, поварерочками, стаканами. Блин, я люблю оригинальность, я люблю подавать гостям чашки, чтобы у каждого была своя уникальная какая-то чашка, а не чтобы все были абсолютно одинаковые по линейке. Короче, я каждый раз люблю варьировать, в том числе, вот стаканы я сейчас приобрела, разнокалиберные, да, вот три таких, они продавались мне в наборе, а можно было выбрать, сколько вы хотите. Размер неплохой, я не люблю сильно высокие большие стаканы. Такой размер, мне кажется, самый оптимальный. Я люблю, когда они прозрачные, но при этом, когда они, да, чем-то украшены, чтобы они были хоть чуточку оригинальными. Вторые стаканы, которые я приобрела там, это вот такие, они еще более прозрачные, здесь только есть небольшие такие просвечивающие блики, или как их назвать, пятна. Я ужасно любитель чашек, у меня дома куча чашек, примерно со всех мест в мире, где я путешествовала, я привожу хотя бы одну чашку оттуда. В Израиле я тоже покупаю чашки, но не всегда, только когда очень прямо западет в душу и как-то, ну не знаю, я люблю к чашкам проявлять какое-то особенное уважение, что ли. Сразу же, как я увидела, я поняла, что это мое. Она чисто белая, просто чашка невесты, и при этом здесь есть красивый декор, как будто граненый стакан и точечки. Мне очень напоминает какое-то пирожное, какую-то безешку, такое очень мимишное, не знаю, классное, мне кажется, чашка. Может быть, вы скажете, что я сумасшедшая, но я не знаю, мне кажется, что чашки это как бы пить вкусный кофе или чай. Гораздо они будут вкуснее и слаще даже без сахара, когда пьются из красивой посуды. Еще из кухонных принадлежностей я приобрела набор из трубочек. Мои дети очень любят пить все, что возможно пить. Йогурт, сок, чай, не знаю, компот. Все, что можно пить, они предпочитают пить из трубочек, так гораздо веселее и вкуснее. И такой набор, достаточно яркий, красочный. Здесь 200 трубочек внутри, мне кажется, хватит мне на очень долго, и жизнь станет чуточку более яркой. Следующий. Я купила контейнеры для хранения еды, пищи. И у нас в детских садиках так принято, что между завтраком и обедом детям дают бутерброд и фрукт. И это должны принести родители из дома. Поэтому я упаковываю их в такие вот контейнеры. Моя дочка почему-то любит очень синий цвет, поэтому я все стараюсь подбирать и синего-голубого. Набор состоит из трех крышек, трех разных цветов. И сами контейнеры тоже трех разных цветов. И очень хорошо, что они не встроены, эти крышки. Можно, конечно, сделать однотонным, как бы, контейнер. А можно сочетать их, например, чтобы вот так выглядело гораздо более симпатично. Либо как украинский флаг, желто-синее. Тоже красивое сочетание. Но я обычно ей делаю, так как она любит голубое, так я делаю вот такое сочетание. И она очень довольна, и она очень любит свой контейнер. Предыдущие контейнеры у меня уже сломались. Но как бы, да, это все-таки простой пластик. И в этих местах, где они закрываются, где они защелкиваются, иногда они ломаются. Ну, может быть, со временем, либо из-за того, что я кладу их в посудомойку, и там пластик немножко портится, что ли. Теперь давайте поговорим о декоре. И я нашла такую штуку. Это у них новинка в Икее. Посмотрите, какая красота. Разве я могла пройти мимо такой красоты? Просто нереальная вещь. Это подсвечник. Выглядит как... Как называется? Где же вот птицы? Клетка. Выглядит как клетка для птиц. Здесь есть замочек, она открывается. И внутри есть выемка специально для свечки. И я специально под нее купила аж две свечки. Так, вот. Вот. Я купила такую ванильного цвета. Я долго думала, какой цвет будет лучше сочетаться с розовым. И в конце решила взять самую простую белую ванильного цвета свечку. Вот так оно все будет выглядеть. Когда я ее зажгу, зажжу, будет, думаю, просто потрясающе красиво. Если выключить основной свет и оставить только этот подсвечник, то я думаю, что свечка будет отражаться вот этими всеми узорами. Можно даже использовать не по прямому назначению, а просто поставить на полочке где-то и любоваться такой красотой. По-моему, была еще такая же белого цвета, более нейтрального. Ну, я люблю все розовое. И как бы мой муж тоже не против розовых вещей у нас дома. И еще я купила оранжевую свечку. Дети уже успели с ней поиграться, начали ее выковыривать. Она пахнет апельсином. И к ней я купила такой самый простой подсвечник. Это уже не новинка. У них давно таки есть с кружочками, есть с полосочками. Тоже, когда свечка примерно догорает до половины, то начинают отражаться вот эти кругляшки. И все вокруг становится с бликами, с круглыми бликами. Далее я купила такую стеклянную вазу. В принципе, наверное, это ваза, да? Ваза для цветов. Но я ее собираюсь применить для несколько другой вещи, с другой целью. Я хочу в ней держать свои кисточки для макияжа. В прошлом году я уже купила контейнер для того, чтобы держать в них кисточки. Тоже из Икеи. Вот такой белый с орнаментом. Достаточно симпатичный. Но так как я человек, что я люблю постоянно что-то менять, не люблю, чтобы одна и та же вещь с годами лежала и намыливала вам глаза. Но я хочу сейчас... Ну, не то, чтобы избавиться, да? Пока что не буду им пользоваться. И все свои кисточки я положу вот в эту вазу. Мне кажется... Ну, не могу сказать, что это сильно оригинально. Я уже у других девушек-блогеров видела такой вариант хранения кистей. И мне он очень понравился. Просто мне кажется красиво и все-таки что-то новенькое, да? Следующая вещь, которую я тоже купила для декора, это вот такие шары. Их можно было приобрести в таком плетеном виде. И были такие цельные. И каждая из них напоминает то ли большой кокос, то ли какой-то большой орех. Либо же вообще какие-то драконьи яйца. Как, знаете, в этом сериале Игры престолов. Там женщина, как ее, Халиси, да, сидела на этих яйцах, драконьих, охраняла их. Почему я их купила? Просто у меня была дома корзина. Вот такая вот корзина. Она стоит в салоне на колонке и пустует. Как-то хочется ее чем-то заполнить. Но я никак не могла, как бы, понять, да? Не могла придумать, чем же ее заполнить. И когда я увидела эти драконьи яйца, я их уже так, наверное, буду до конца называть, то я сразу поняла, что они идеально подойдут в эту корзину. Ну, что вам сказать? Как бы маловато, да? Если бы я купила, может быть, два таких набора. Или, может быть, можно сюда вложить какие-то искусственные фрукты. У меня, кстати, есть два яблочка искусственных. Просто чего-то не хватает. Вот только четырех этих яиц как-то недостаточно для этой корзины. Ну, короче, я подумаю, что еще можно сюда вложить, чтобы было достаточно законченным образ. Следующее, что я приобрела в УКЕ, это для детской комнаты вот такая штука. Сейчас тоже ее раскрою, и вы поймете. Эта штука предназначается для складывания в нее игрушек. Преимущественно плюшевых игрушек, так как она все-таки тканевая и мягкая. Поэтому, мне кажется, какие-то игры коробки в нее сложить будет невозможно. Она, смотрите, сколько в ней секций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть секций. Она будет подвешена у меня прямо на потолке. Чуть ли не до пола будет спускаться. Мне кажется, вот все плюшевые игрушки, с которыми мои дети уже практически не играются, но они лично нам, родителям, дороги, так как папа наш очень часто ездит в командировки. Из каждой страны привозят плюшевого медведя с надписью страны, с которой он приехал. Но уже, да, реально есть проблемы, куда их складывать. И, мне кажется, этот вариант будет просто идеальным. Далее, что я приобрела из Икеи, достаточно большую, да, штуку я возложила на себя, купила ее без мужа на свой страх и риск. Но, мне кажется, ему понравится, и тем более очень-очень дешевая. Эта лампа называется Homo. Вот так вот она выглядит. Это просто такой высокий стенд, и покрыта она такой, знаете, нематерчатой бумажной тканью. Внутри будет сама лампочка, и она как гармошка раскрывается. Я надеюсь, что мои дети не проткнут это чем-то и не накрасят ее фломастерами. Это будет, конечно, обидно. Я хочу ее поставить прямо в этой комнате рядом с этим шкафом, чтобы она освещала немножко больше. Потому что эта комната, здесь только одно окно, и она самая темная из всех наших комнат. Еще что я приобрела, это органайзер-разделитель для шкафа. Такую длинную полку, если у вас такая есть, выдвижная. Очень удобно вкладывать такие разделители. Так вот он выглядит в сложном виде. Это уже второй, который я приобретаю. Первый я купила где-то год назад, и просто не нарадуюсь. Сюда можно вместить как белье, так и носки. Я это применяю для шкафа в детской комнате. И сюда отлично входят, скажем, колготки, носки, купальники. В принципе, все, что необходимо. Сам по себе этот органайзер не такой уж большой, но детские вещи, буквально все, отлично сюда помещаются. И уже второй, да, я купила теперь беленький для второй моей дочки, так как пока что она пользовалась памперсами, но сейчас мы уже перешли на трусики, поэтому ей нужен тоже свой отдельный ящичек с бельем. Очень удобное и выгодное решение. Еще в Икеа я приобрела прорезиненный коврик для входа в дом. У нас вход с улицы, поэтому очень часто бывает так, что песок или грязь, случайно прилипшая к подошве обуви, все это заносится внутрь, и потом все это пачкается. Приходится часто выметать в прихожей мусор, так сказать, в песок. Поэтому необходим, конечно же, коврик. Предыдущий, который у нас был, не очень-то сильно справлялся со своей задачей. В этот раз я приобрела такой. У него достаточно мелкая шерсть в плане высоты, достаточно низкая. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы он абсорбировал всю грязь и всю пыль. С этой стороны он прорезиненный, поэтому даже если будет дождик, то ничего с ним не случится, он не попортится. Специально я купила такого размера, такой формы полукруглой. Мне кажется, это будет наиболее выигрышно и выгодно смотреться при входе в дом. Так сказать, зазывающе, приглашающе. Блин, а даже в ковриках для входа еще какую-то философию. И последнее, о чем я вам не рассказала, это продукты питания, которые я купила в Икее. Там есть отдельный магазинчик, где продаются всякие шведские лакомства, варенья, даже соленые огурчики, даже какие-то замороженные вещи, по-моему, рыба там даже была. Но я всегда засматриваюсь на сладости, хотя второе сладости не есть, но я себе пообещала только по одной конфетке в день, не больше. И вот эти конфеты, да, я их знаю с самого-самого детства, так как я родилась в Карелии, Карелия граничит с Финляндией. И к нам, не помню уже почему, в 90-х приехала целая огромная делегация, можно так сказать, представители этой фирмы. Взяли себе, как бы, да, в аренду, наверное, большой участок магазина, универсамый, и стали продавать. Там не только Дайм, там очень много разных других. И вот этот Дайм, кстати, тоже производят в различных формулах. Вот это конкретно конфетки, можно их купить в таком длинном, вытянутом батончике. И это карамелевая, карамельная конфета, безумно вкусная, покрытая молочным шоколадом. И это реально мой билет в детство, потому что прямые ассоциации с детством. Даже когда в Израиле уже была Икея, все равно они сразу стали продавать там продукты. То есть вот этот ларечек сначала проверяли на кошерность, можно ли продавать вообще там, ну, в Израиле ведь свои заморочки с едой, как бы, да, и далеко не каждую еду продают в Израиле. Так вот, видимо, после всех проверок они, да, разрешили продавать там все эти вещи. И теперь я приезжаю в Икею и просто возвращаюсь в детство. Это самая вкусная конфета, которую я когда-либо в жизни ела. Их ешь буквально как орешки, потому что они на зубах начинают скрипеть, хрустеть. И эти карамельки начинают ломаться внутри. Безумно вкусные, обязательно попробуйте. И еще в Икеевском продуктовом магазинчике я приобрела такие печенюшки. Это даже больше, можно сказать, здоровые печенюшки, так как они сделаны из цельнозерновой муки. Можно было их там попробовать, там были тестеры, да. Можно было их попробовать. Очень вкусные. Значит, эти со вкусом джинджера. Джинджер это имбирь. И со вкусом апельсинки. Очень вкусные бисквитики такие. Можно их есть просто с чаем. Знаете, есть лотус бисквита. По вкусу очень напоминают такие карамельные, да. Красивая тоже оригинальная упаковка и очень вкусные. Вот. Это был весь мой холл из Икеи. Достаточно коротенькое видео. Достаточно коротенькое видео. Да, очень длинное видео. Спасибо вам большое за просмотр. И я очень буду благодарна, если вы оставите мне свои комментарии, что вы больше всего любите покупать в Икеи. Я очень-очень всех вас люблю. Даже когда вы мне пишите гадости. Да, это не надо было говорить. Ну все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok